Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Карачаево-Черкесии Артуром Куантовым. Обсудили ряд вопросов взаимодействия органов государственной власти и территориального управления в части соблюдения антимонопольного законодательства. В частности, речь шла о мониторинге Уфасом, цен на продуктовый набор, лекарственные препараты, бензин и другие виды востребованных товаров и услуг. Также стороны приняли решение о проведении совместного совещания по противодействию нарушений в сфере антимонопольного законодательства. В общественной палате Карачаева-Черкесии состоялся круглый стол, на котором обсудили доклад фонда исследования проблем демократии под названием «Итоги этапа выдвижения кандидатов на выборах в 2021 году». Подробности расскажет Мураджан-Кьозов. Согласно данным фонда исследования проблем демократии, за последние несколько лет происходит увеличение конкурентоспособности между партиями на выборах самого разного уровня. Жителям Карачаева-Черкесии предстоит избрать депутатов Государственной Думы России и депутатов в органы местного самоуправления. На сегодняшний день по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 16 на выборах депутатов Государственной Думы 8 созыва выдвинуто 10 кандидатов. 9 из этих кандидатов выдвинуты политическими партиями и 1 кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения. По 9 кандидатам, которые выдвинуты политическими партиями избирательной комиссии Карачаева-Черкесской республики, уже принято решение о регистрации. По кандидату в выдвинутом в порядке самовыдвижения решение будет приниматься в ближайшие дни. Общественники, политологи и социологи республики отметили, что участники выборов стали тщательнее готовиться к избирательному процессу, собирать нужные документы, резко уменьшилось количество отказов в регистрации партийных списков. Говорит ли это о росте уровня подготовленности партий к выборам? Учёные и политологи говорят да. Я думаю, что да, конечно. Нельзя было бы говорить о высоком профессионализме партий. И я думаю, что было бы достаточно много, и что показывает практика предыдущих лет, что было бы достаточно много таких скандальных и неоднозначных ситуаций в выборах разного уровня, если бы уровень подготовленности политических партий, как регионального, так и федерального уровня, не повысился бы, не обогатился бы новым политическим, простите, политическим опытом в целом, который они сейчас в достаточной степени реализуют. В условиях пандемии коронавируса на первый план выходят вопросы безопасности. Именно поэтому голосование пройдёт в течение трёх дней. У избирателей будет возможность голосовать на дому. В эти три дня, когда есть на избирательном участке видеонаблюдение, и когда полностью урна находится под видеонаблюдением, и все наши пакеты тоже находятся непосредственно и днём, и ночью под видеонаблюдением, мы видим, что демократичность выборов, эта процедура будет соблюдена. Поэтому общественная палата выступает за три дня голосования. Выступившие отметили повышение уровня интереса среди населения к выборам. Поэтому сохранение прозрачности и легитимности предстоящих выборов в общественной палате назвали приоритетным направлением. Мурат Ченкёзов, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. И по информации оперштаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 23 121 человек. Из них 20 952 выздоровели, 723 человека госпитализированы. Вакцинация – единственный способ профилактики коронавирусной инфекции. В Зеленчукском районе на сегодняшний день в районе выполнено 57% от плана иммунизации населения. О том, как идет вакцинация в районе и сколько жителей прошли уже ревакцинацию от коронавируса, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Вакцинация на сегодняшний день – это единственный способ уберечься от коронавирусной инфекции. Сегодня в Зеленчукском районе активно идет эта работа на базе поликлиники Центральной районной больницы. Главный врач Анатолий Величко отметил, что уже порядка полутора тысяч прошли ревакцинацию. Нам сегодня важно, чтобы каждый житель района смог защитить себя и своих близких, отмечает главный врач. Вакцинация проходит достаточно активно. В основном, прививаем всем спутникам ВИИ, значимых зафиксированных осложнений после данной вакцинации не наблюдаем. Уже очень много населения, скажем так, более полутора тысяч уже ревакцинированы повторно, потому что прошли более шести месяцев после первой вакцинации. Ну, скажем так, все идет в штатном режиме. Также Анатолий Дмитриевич заверил, что во время третьей волны не очень много было зафиксировано заболевших в районе и ситуация держится под контролем. Вакцинация проходит достаточно активно. В основном, жители прививаются вакциной спутник ВИИ и серьезных осложнений после прививки в Зеленчукском районе зафиксировано не было. Вакцина – это единственный способ профилактики данного заболевания. И единственный способ получения значимого иммунитета от этого инфекции. Получить иммунитет путем заболевания, переболел, получил иммунитет. Во-первых, это все равно ненадолго, это 4-5 месяцев, потом все равно нужно будет вакцинироваться. Сегодня каждый житель Зеленчукского района может пройти вакцинацию в поликлинике. А у кого нет возможности прийти в лечебное учреждение, то к ним выезжают мобильные бригады. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Покорчаево-Черкесия. Временная облачность, грозовой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 23, плюс 25 градусов. Сегодня, 13 августа, свое 20-летие отмечает российская телевизионная и радиовещательная сеть. Самая крупная в мире цифровая сеть эфирного телерадиовещания. Каких результатов достигла РТПЦ к своему юношескому возрасту в репортаже Алла Динаевой. Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Очень крупная организация. В нее входят 75 филиалов, которые расположены во всех регионах России. Итог работы за 20 лет – это, конечно, создание сети цифрового эфирного телевизионного вещания. В десятые годы началось строительство. Была создана федеральная целевая программа, разработанная правительством Российской Федерации. И по указу президента единственным исполнителем этой программы была назначена российская телерадиосеть. В результате этой деятельности и строительства данной сети было построено 5040 объектов по всей территории России, которые вещают и размещают 10 434 телевизионных цифровых передатчиков. А в нашей республике возвели 45 объектов телевизионного вещания, и 99,8 жителей Крачева-Черкесии получили цифровое эфирное вещание. РТРС внесена в перечень стратегически важных объектов. Наши объекты используются всеми силовыми структурами. У нас размещается оборудование и Министерство обороны, оборудование ФАПСИ, оборудование ФСБ, все операторы связи, участвует оно у нас в аэронавигации. Что касается радиовещания, в 2018 году 1200 радиовещательных объектов было модернизировано на территории нашей республики. 16 объектов передатчиков Радио России переведены в ФМ-диапазон. В городе Черкесске смонтированы передатчики радиостанции «Маяк» и радиостанции «Вести-ФМ». Таким образом завершили программу по модернизации. А это зал мониторинга, где дежурные оперативного управления и дежурные цеха Черкесск контролируют всю сеть по республике теле- и радиовещания. Целый день вы смотрите, можно сказать, на мониторах практически все вещание. Потом есть дома желание смотреть телевизор? Ну как, работаю 27 лет. Знаете как. Домой приходишь как бы на автомате все. Здесь на автомате все смотришь, пропадание где-то, что-то уже все сконцентрировано, внимание. Кто работал здесь? Папа. Папа, он работал здесь с 81-го года. На пенсию ушел, почти 80 лет ему было уже. Мы продолжаем. Ну и брат работает еще. А вы сколько лет работаете? 25. С региональными властями заключен договор по тому, что мы выдаем сигналы экстренного оповещения населения ГОЧС. То есть при необходимости оповещения населения нам приходит заявка от МЧС. И дежурная оперативная смена занимается выдачей этих сигналов в эфир по всей республике. Самая крупная в мире цифровая сеть эфирного телерадиовещания отмечает 20-летие. А основная задача профессиональной и слаженной команды – это качественная эксплуатация созданной сети и не останавливаться на достигнутом. Я бы хотела поздравить всех работников российской телерадиосети с замечательным праздником. Пожелать им выполнения всех намеченных планов, которые у нас амбициозные, планы большие. И я думаю, они будут успешно решены. Безусловно, хочется пожелать, чтобы контент, который распространяют наши технические средства, содержал больше позитива. И телезрителям мы приносили хорошие вести, добавляет директор филиала РТРС Жанна Ткаченко. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия. Общественный народный фронт в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» продолжает мониторинг детских, спортивных и игровых площадок, расположенных в жилых микрорайонах республики. В этот раз в их поле зрения оказалась детская площадка в городе Тиберде, которая была установлена по программе благоустройства дворовых территорий. Картина, которую застали представители ОНФ, вызвала чувство негодования. Отсутствие покрытия, болтающиеся крепления и опоры, вывернутый бетон и в довершение полной картины заросли сорняков. Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия. Во многих регионах они находятся в ненормативном состоянии и часто попросту опасны для детей. С разъяснением сложившейся ситуации мы обратились к администрации города-курорта и вот что они нам сообщили. Все обращения, все жалобы у нас на рассмотрении, они имеют место быть. Регулируем вопрос, решаем климатические условия. Конечно же, это наше халатное, скорее всего, и отношение к нашему имуществу. Это с 2018 года, в 2018 году по программе были установлены эти детские площадки. С тех пор, конечно же, за три года износ идет. Сейчас управляющая компания, сами жители будем восстанавливать, потихоньку силами администрации. Все вместе будем восстанавливать и решать вопросы. Сегодня в половине восьмого утра практически все члены республиканского правительства, а также народные избранники и представители региона в федеральных органах законодательной власти собрались на стадионе Нарт в непривычном для госслужащих дресс-код. За занявшим флешмобом услуг, услуг народа, следил и Ахмат Халкечев. Министры, депутаты, сенаторы, а также руководство республиканской столицы этим утром предпочли спортивную форму, привычному строгому костюму. Акция «Зарядка с чемпионом» в рамках партийного проекта «Единой России. Детский спорт» призвана содействовать популяризации физической культуры и массового спорта. Личный пример взрослых и состоявшихся людей по задумке авторов проекта и должен подстегивать молодежь выбрать, если не стезю спортсмена, то хотя бы направление здорового образа жизни. Хорошо отработали удары бокса, разминка, все было хорошо организовано на высшем уровне. Сожгли немножко калорий, думаю, рабочий день будет удачно. В роли наставника известный боксер, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах 2004 года Мурат Храчев. Читулованный спортсмен, как того и попросили участники мероприятия, провел зарядку с элементами боксерской тренировки. Это был интересный опыт, было необычно. И спасибо им тоже, они на команды, так скажем, реагировали очень оперативно. Как поведали организаторы, акция приурочена в поддержку нашей Олимпийской сборной и предстоящему Дню физкультурника, который традиционно в нашей стране отмечается во вторую субботу августа. Ахмар Халкещев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение сериала «Вместе навсегда». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!